Инстардинг представляет Лучшие притчи о счастье Будь счастлив Переходил как-то старец дорогу Всадник, проезжающий мимо, крикнул «Прочь с дороги!» И ударил старца по лицу плетью Тот, глядя вслед удаляющемуся всаднику, сказал «Будь счастлив!» Крестьянин, наблюдавший происходящее, Услышав эти слова, спросил «Неужто ты такой смиренный?» «Нет», — ответил старец «Просто если бы всадник был счастлив Он бы не стал бить меня по лицу Счастливых людей сразу видно» Страдание для счастья Как-то шел по дороге мудрец Любовался красотой мира и радовался жизни Вдруг заметил он несчастного человека Сгорбившегося под непосильной ношей «Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания?» Спросил мудрец «Я страдаю для счастья своих детей и внуков» Ответил человек «Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда Дед страдал для счастья моего отца Отец страдал для моего счастья И я буду страдать всю свою жизнь Только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми» «А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье?» Спросил мудрец «Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы» Ответил несчастный человек «Не будут» Ответил мудрец «Ты не сможешь сделать счастливыми своих детей, если сам несчастлив» «Научись вначале сам быть счастливым» «Тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков» Где спрятано счастье? Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься Один из них сказал «Давайте что-нибудь отберем у людей» После долгих раздумий другой воскликнул «Я знаю! Давайте отберем у них счастье!» Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли Первый сказал «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы» «Нет, помни, что у них много сил» «Кто-то сможет забраться и найти» «И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье» Ответил другой Тогда кто-то выдвинул новое предложение «Давайте спрячем его на дне моря» Ему ответили «Нет, не забывай, что они любопытны Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания И тогда они обязательно найдут счастье» «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли» Предложил кто-то еще «Нет», — отклонили его предложение «Помни, что мы дали им достаточно ума Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам И откроют эту планету И тогда все обретут счастье» Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание И только внимательно слушал выступавших, сказал «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли» Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили «Где?» «Спрячем внутри них самих» «Они будут так заняты его поисками снаружи, Что им и в голову не придет искать его внутри себя» Все боги согласились И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья Не зная, что оно спрятано в них самих Счастье в яме Счастье бродило по свету И всем, кто ему встречался на пути, исполняло желание Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму И не могло выбраться оттуда К яме подходили люди и загадывали свои желания, а счастье выполняло их Помочь же счастью выбраться наверх никто не спешил И вот к яме подошел молодой парень Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил «Тебе-то счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье Парень помог ему вылезти из ямы и пошел своей дорогой А счастье... Счастье побежало за ним следом Сколько стоит счастье? Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду К ним подошел молодой человек Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика А затем спросил «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку И наши родители не против того, чтобы мы поженились Но меня одолевают страхи и сомнения» «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» — спросил учитель «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни Ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», — ответил крестьянин «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь И ваша любовь взаимна», — ответил учитель После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел Ученик спросил «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok